Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Сельская молодежь из Оксина, Тельвиски, Великовисочного, Каменки, Красного и Искателей уже в восьмой раз встретились под одним небом. Праздник под таким названием прошел в село Оксино. По традиции ребята померились силами в спортивных играх и в интеллектуальной борьбе. Атмосфера праздника и спорта царила, кажется, повсюду. Столица Пустозерского сельсовета встретила гостей пирогами и отличной погодой. Заразившийся еще во времена становления Заполярного района, в этом году праздник поражает своим масштабом. География расширяется ежегодно. Очень много у нас спортивных команд, особенно поселений. Искатели, Красное, постоянные у нас участники Тельвиска, Великовисочная. Такая небольшая деревня Каменка и то представляет свою команду. Ну и, естественно, хозяева Оксино и, конечно же, Малоземельский сельсовет. На Льминос всегда к нам едут. На лодках, на судах, всяко-разно, но едут. Капитан команды поселка Красное Николай Хатанзийский излучал уверенность в себе и в своей команде еще до начала соревнований. К ним они готовились основательно. Три тренировки каждую неделю и так три месяца. Эти соревнования для них своего рода разминка. В ближайшее время ребятам предстоит выступать на Кубок Героя по мини-футболу и волейболу в Нарьинмаре. Командная игра. Все друг друга понимают. Все сыграны. Все сильные команды. Ребята молодцы, хорошо играют. Посмотреть на жаркие состязания молодых и активных собралось практически все село. Каждый от мала до велика старался поддержать участников и не погидал соревнования до самого конца. У нас все команды были. Как вам игра? Очень хорошо. Главное дело, не убили нас. Мастер спорта по лыжным гонкам. Второй разряд по шахматам и биатлонам. С неподдельным интересом и большим опытом за играми наблюдает Иван Васильевич Выучейский. В свои 75 он и сейчас даст фору любому. Еще в свободное время я порой выделяю, чтобы прогуляться. Я шутку-то говорю прогуляться. Я и порой тут часто бегаю. Я бывал в свое время, недавно прошло 7 лет, наверное, на городах прогуливался. На рыжих? Да, на рыжих. Для меня это прогулка будет здоров. Первый раз под открытым небом и в первый раз в Оксино. Только положительные эмоции у новичков в этих соревнованиях команды поселка Искателей. И хоть некоторые из участников познакомились незадолго до соревнований, главное, говорят они, не победа, а участие. Вчера первый раз за последние годы три, наверное, вышел поиграть в футбол и понял, что немножко мы это, дохленькие, против ребят, которые на профессиональном уровне выступают на соревнованиях межмуниципальных, мы немножко слабоваты. Поэтому, думаю, есть над чем поработать. Думаю, на будущий год уже можно будет заявить более сильную команду и претендовать на какие-то призовые места. Где был открыт первый кинотеатр в мире? Из какого фильма фраза «Красота спасет мир» решающей стала ставшая традиционной интеллектуальной игра «Что, где, когда». В этом году она была приурочена Году кино в России и Году народного единства в Ненинском округе. По результатам спортивных соревнований лидировали красновцы. Своё преимущество, что особенно приятно для самих ребят, подтвердили интеллектуально. Интеллектуально я была на последнем месте, а вот вытаскивали только футбол и волейбол. А вот сейчас мы... Повезло. Праздник под открытым небом имеет символичное название. Ведь наградой его участникам станут не только дипломы и памятные призы, но и заряд хорошего настроения и новые знакомства, которые могут стать залогом крепкой дружбы между жителями соседних поселений. В Наринмаре прошли соревнования в рамках Всероссийского Олимпийского дня. Продемонстрировать свою готовность к труду и обороне смогли мальчишки и девчонки. 13-летний Владислав Ванюшкин не сомневается в том, что золотая медаль ГТО у него в кармане. Одно за другим он преодолевает все испытания. Уверенность в своих силах придаёт ему занятия хоккеем. Мальчик уже третий год успешно совмещает спорт и занятия в школе. Увлечение, радость в жизни, стремление к чему-нибудь. Уверен в растяжке, потом в беге и в метании. Не сомневается в успехах Славы и всей своей команды тренер. Он убеждён, что навыки, приобретённые на тренировках, пригодятся именно на этих соревнованиях. Я так думаю, что золотая должна быть, по крайней мере, я думаю, он сейчас у нас вратарь Слава, Ванюшкин. Но думаю, он хорошо, должен сдать норму. Он не спортсмен, я так думаю, что мы должны быть в лидерах. Ребята от 7 до 15 лет. Всего попробовать свои силы отважили 7 команд. Это школы города, а также команды спортивной школы «Старт» и рядового дворца спорта «Труд». Предстоит выполнить бег 60 метров, бег на километр, полторы тысячи метров и две тысячи метров. Затем подтягивания и метание мяча. Главный судья обещает, ни один успех молодых спортсменов не будет упущен из виду. Есть протоколы, куда вносятся данные, кто как выполнил норматив. И затем будем подсчитывать баллы и определять по баллам. Пока ребята готовятся к труду и обороне, девочки тоже выкладываются по полной, но в более подвижном виде спорта. «Снайпер» – это подвижная двухсторонняя игра, чем-то похожа на такую игру, как вышибалы. Очень популярна в наших школах. Играют две команды по шесть человек, пять человек в поле и один член команды вне поля. Площадка размером с волейбольную площадку. Задача каждой команды – выбить как можно больше участников противоположной команды. Играем волейбольным мячом. Игра идет примерно семь минут. То есть, если остаются только капитаны на площадке, то есть играем до последнего. У каждого капитана есть три жизни. Слезы от удара мячом стекают по щекам Вероники Карповой. Девочка смахивает их рукавом. Веселая, но очень опасная игра. Первую игру они выиграли. Впереди – борьба за призовое место. Мы уже тянули время специально, чтобы выиграть. Тянуть и выиграть. И вот мы выиграли. В конце дня судьи подведут итоги. А вот какими они будут, ребята смогут узнать в понедельник на закрытии соревнований, где спортсмены будут награждены дипломами и призами. Напомню, Всероссийский Олимпийский день школьники округа отметили в рамках проведения Всероссийского Олимпийского дня, посвященного предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Катание на коньках «Медовый месяц». В рамках одноименной акции на ледовой арене Дворца спорта «Труд» собрались молодые семьи Ненецкого округа. Мероприятие «Медовый месяц» проходит на Ренмаре уже третий год. Акция задумана организаторами прежде всего для укрепления семьи, престижа Института молодых семей, а также организации их досуга. На лед вышло более 40 жителей нашего округа и заявленных ранее 70. Организаторы говорят, что проведение акции выпало на период летних отпусков, поэтому и семьи пришло меньше, чем ожидалось. Семьи разные. Кому что ближе, те и идут. Цель вообще у нас это популяризация семейных ценностей, то есть чтобы приобщать семью к семейному отдыху, к какому-то творчеству, вообще семейное времяпрепровождение. Одним из участников акции стала семья Тарасовых. Молодая пара признается, что участие мероприятий приняло впервые. Ну, выходные, надо как-то себя немножко развлекать, не все же сидеть дома или заниматься обычными делами домашними. Предложили, почему нет? Катание на коньках – это лишь одна часть акции. В ее рамках на протяжении 4 недель каждые выходные проходят различные мероприятия. Так уже прошло общегородской семейный пикник и мастер-класса «Чудо-ручек». Последним четвертым этапом будет консультация психологов с молодыми семьями и детьми. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!